приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том что нельзя делать в церкви нельзя делать в храме чтобы не в не привлечь к себе беду и не лишиться самого дорогого в своей жизни друзья очень важная цена информация которую мы рекомендуем всем смотреть от начала до конца давайте в этом видео поговорим о таких наверное несовместимых вещах как ведьмы колдуны и церковь конечно же вы должны понимать это что ведьмы наоборот любят достаточно посещать церковь они любят посещать особенно те места которые намоленные которые многолюдные почему потому что именно в церкви в храме они готовы проворачивать свои темные дела пока другие люди искренне и чувство сердечно приходят попросить помощи помолиться за себя помолиться за своих близких люди таким образом открываются своим сердцем и в этот момент ведьма пытается провернуть свои дела давайте поговорим что ни в коем случае никогда не стоит делать в храме обязательно запишите это себе и расскажите или или разошлите это видео чтобы как можно больше людей знала и не попадала на эти в эти ситуации так первое что никогда нельзя делать не ставьте чужие свечи за другого человека что мы здесь имеем ввиду бывает очень часто такие ситуации особенно когда про проходят большие какие-то церковные праздники а тот же рождество христово паска и конечно же в церкви в храме находится очень большое количество людей и каждый человек старается поставить свечку кто-то за здравие кто-то за упокой а кто-то купить чтобы поставить свечу каких-то икон которым они ходят и молятся и вы должны понимать это что как правило в церковную лавку стоит очередь да если много людей но не все умеют ждать и не готовы ждать выставить очередь чтобы купить себе свечи бывает такая ситуация что вы стоите в очереди за тем чтобы купить свечи и вам может подойти женщина и попросите у вас чтобы вы ей купили свечи также очень важный момент никогда никому не никому не помогайте ставить свечу не торопите человека вот пусть он сделает свою свой ритуал который как он считает помолиться да вы возможно вам это не нравится вы спешите но вы должны понимать что вы пришли в то место где не должно быть торопливости и и скорости также запоминайте никогда не ставьте свечу за кого-то даже если вас умоляющие со слезами на глазах на глазах просят это сделать если это случилось предложите человеку пройти вперед вас пусть он все сделает сам но не позволяйте никогда совершать именно такой поступок потому что вы не знаете потому что может быть милая бабушка или милая женщина быть вполне не милой и не можем одуванчик а вполне настоящая ведьма которая пришла совершить свои дела и и не медленнее не имеет значение кто перед ней стоит и главное сделать свои делишки идти дальше по жизни помните об этом далее очень важно чтобы всегда в святых местах вы держали себя в руках что здесь мы имеем ввиду здесь мы имеем ввиду что никогда не стоит идти на конфликт даже если у вас допустим какая-то ситуация вышла из-под контроля никогда не ругайте в церкви храме почему потому что вас пытаются вывести на конфликт дело в том что некоторые маги ведьмы колдуны и специально создают такую обстановку в которой прихожане начинают ссориться друг с другом и соответственно разгорается конфликт и возможно вы наверно не видели но бывает так что в церкви или в храме бывает даже драка вы будете удивлены но такое бывает редко но бывает и вы знаете это ужасно неприятно на это все смотреть но вот в этот момент вне зависимости не берите нищую сторону кто прав кто не прав главное держите при себе все эмоции кроме слез и игнорируйте пожалуйста все происходящее потому что именно это вызывает вас агрессию а когда у вас эмоции у вас есть агрессия у вас появляется зависть злость а о чем это говорит значит вами можно уже управлять поэтому никогда не ввязывайтесь никакие в конфликты не выясняйте отношения которые происходят на территории намоленной местности там разберутся без вас даже если вы знаете все правила как правильно посещать церковь храм даже если вы знаете что-то сверхъестественное пожалуйста не не подходите не вникайте уходите не старайтесь тратить свою энергию это очень важно далее ничего не считаете если кто-то просит это сделать бывает так что подходит к вам бабушка с кучкой мелочи в руках и просит посчитать эту мелочь ссылаясь на то что у нее плохое зрение или или еще другой вариант кто-то подходит к вам и просит посчитать на церкви купола и просит назвать их количество мол бабушка ничего не видит и просит вот просит вас это сделать ни в коем случае это не 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 делайте и запомните одну цитату богородицы кто купола посчитает тот хворью овладевает ибо сам дьявол сей счет поджидает такая же ситуация с деньгами таким образом ваша таким образом ведьма может у вас украсть красоту или передать вам свою болезнь и вообще вы должны понимать о том что вы пришли в церковь вы пришли в святое место это не повод чтобы стоять и обсуждать любые вопросы независимости это касается касательно что-то религия церкви икон свечей или это касается политики погоды моды не вскоре ни в коем случае не вздумайте потому что вас выводят на контакт вы начинаете разговаривать и слово за слово вам на могут задавать какие-то же вопросы а вы уже повелись вы уже поплыли вы вроде как подумали что ну как же человек пришел такое святое место и держит вроде как хрестик в руках и иконку держит и в платочке вы должны понимать что это все обман ни в коем случае не ведитесь на это далее не подпускайте никого к свече которую вы поставили если вы поставили в храме свечу постарайтесь находиться в поле видения свечи некоторое время пока хотя бы она никогда горит до половины внимательно пожалуйста проследите чтобы и никто не поджег с другой стороны не погасил огонь не переставил вашу свечу дело в том что часто ведьмы меняет местами свечи за здравие и за упокой и также обращаем ваше внимание очень важно чтобы вашу свечу никто не вынес не украл потому что через нее могут у вас забрать здоровье красоту любовь удачу благополучие и так далее поэтому многие пишут нам о том ну как же что же я должна выстоять 15-20 минут или полчаса пока свеча прогая прогорит и так далее вы должны поймать о том что вы пришли в то место где вы готовы потратить определенное время если вы не не готовы это делать тогда возьмите ли самую тоненькую маленькую свечу которая быстро прогорает но все равно нужно время она не сгорает за минуту в любом случае поставили свечу в этот момент помолитесь подумайте о чем-то хорошим вспомните возможно какие-то хорошие моменты попросите святых о том что вам возможно нужно сейчас в жизни но ни в коем случае не оставляйте свою свечу потому что очень бывают такие ситуации когда через свечу могут вот сделать такую вот беду далее никогда не набирайте воду чужому человеку кто бы вас не просил как бы мило этот человек бы не выглядел ищите предлог и уходите пусть это делают другие люди которые не знают возможно данных правилах а вы берегите себя берите берегите свое здоровье берегите свое благополучие потому что таким образом как правило ведьмы часто в образах немощных старушек крадут ваши силы а святая вода ведьмных руках шутка очень опасная и почему мы говорим о том что никогда не стоит набирать воду есть в храмах и в церквях именно стоит такая цистерна и каждый человек бесплатно может подойти набрать эту водичку так вот никогда никому не под каким предлогом не набирайте воду чужому человеку даже бывают такие ситуации что ваша знакомая ваша подруга вдруг услышала или знает что вы ходите в церковь или в храм и попросит вас даже даст вам бутылочку набрать вам святой водички тоже ни в коем случае этого не делайте постарайтесь вот если вам нужна водичка вы пришли себе набрали дали денежку на благотворительность это здесь уже ваше право но никогда никому не набирайте воду потому что вы не знаете для чего человеку вода пусть он сам придет возьмет придет помолиться поставит возможно свечку за здравие приведет какие-то свои определенные прочитает молитвы и так далее но это его путь они ваши обратите на это внимание далее никогда не принимаете в дар от людей что-либо на территории церкви запоминайте церкви не принято ни при каких обстоятельствах дарить подарки поэтому никогда ничего не берите из рук чужих людей потому что бывает такие ситуации что ведьма мод поделиться яблочками мод поделиться конфетками а эти предметы заговорены а под маской милой и такой вот хорошей старушке скрывается ведьма которая переложила свои болезни негатив проблемы на предмет и просто передала его вам с улыбкой на лице часто ведьмы приносят свои подарки в церковные именно праздники когда людей очень много а значит человеком можно выбрать несколько поэтому здесь бдительный то же самое касается когда ни с того ни с сего вашему ребенку предлагает конфетку или что-либо не только в церкви не только в храме но и где-то в общественном месте если вы человека не знаете никогда не принимайте даже конфетку даже яблочко печенюшку даже если вы вроде как уверены и знаете что этот человек чувствует сердечен и не сделает вам ничего плохого будьте вы должны понимать что вы не можете прочитать чужие мысли другого человека а значит другой человек может вам навредить еще хотим взять ремарку бывает так что в храмах некоторых это очень нередко сейчас но все же на рождество на святого николая именно сама церковь собирает деток и им дарит подарки новогодний но это все происходит цивилизованно об этом все знают об этом договориться это другая тема но если спонтанно ни с того ни сего вам пытается что-то подарить особенно бывает так что вот было недавно случай вот в церкви бабулька решила подарить свое кольцо молодой девушке благо девушка одумалась и нет не дотронулась даже до него представляете что мы могло бы быть поэтому это не ваше и никогда не старайтесь брать чужое даже если но валяется на полу мне зависит бывает так что еще в церкви могут специально что-то оборонить может быть денежка может быть платок оборонить могут например сумку ни в коем случае никому не помогайте конечно если это не ваши близкие не родные во всех остальных случаях не старайтесь никому помочь потому что вы не знаете какие вас после этого ожидают последствия далее никогда на свою голову не надевайте чужой платок да они лежат для тех кто пришел без платка или в брюках и как правило повязывают на пояс но не стоит этого делать если вы забыли взять платок тогда купите новый как правило во многих церквях храмах и церковная лавка подойдите и купите сами собственноручно своими руками именно платочек и побежите его на голову если нет не ходите в данный момент церковь обращаем ваше внимание потому что вы не знаете кто до вас отдел с какими целями из это потому что одевая даже буквально на 15-20 минут в этим самым вы дал вы можете взять на себя вот тот негатив который приведет к очень плачевным последствиям также обращаем ваше внимание что ведьмы очень любят вот оставлять на таких платках именно порчи и болезни поэтому пожалуйста большая просьба когда вы находитесь в церкви когда вы находитесь на моленном месте старайтесь как можно меньше общаться с людьми не отвечайте ни на какие вопросы странные они не странные не стоит и выполнять чужие просьбы как только вы заметили странности поведения какого-то человека завершите общение и уходите также научитесь всегда говорить слова нет это очень важно когда вы говорите слова нет вы тем самым уже обрезаете и другой человек не может ваш нарушить ваше биополе и привязаться знаете к вам как-то присоска это очень важно очень важно что вы были осторожны и пусть любой негатив обходит друзья вас стороной вот те советы те рекомендации которые мы сегодня хотели дать конечно сейчас набегут ки хейтеры скажут боже как так можно церковь такое святое место и так далее но вы должны понимать что в этом мире каждый крутится как может и одни никогда не принесут в жизнь другого человека проблемы болезни неприятности и так далее а есть люди которым без разницы кто это перед ним будет ребенок беременная женщина пожилой человек им главное вот это отдать кому-то чтобы у них только было хорошо потому что они считают что не ждал живут одну жизнь и им все можно но они не понимают о том что приседа приходит расплата потому что можно обмануть человека мы люди могут обманывать друг друга вы сами увидите неоднократно но законный космос и законы божьи никто не отменял вспоминайте закон бомеранга обратите внимание на тех людей которые обманывают которые врут посмотрите что с ними происходит старости или происходит в их семье очень часто мы не видим то что происходит в семье обратите внимание на богатых людей которые заработали деньги нечестным трудом что в их не семьи происходит иногда найти не то что плакать крокодилами слезами надо им нужно просто стоять их становиться монахом и уходить вот эту отшельническую жизнь потому что то что они натворили и когда они осознают и понимают проходит время знаете недаром есть такая послужит пословица что береги честь молоду да потому что по молодости человек все может достичь он все может сделать ему все легко а вот на старости лет прожить достойно вот остаток своей жизни в изобилии в достатке благополучия к сожалению не каждый может друзья мы надеемся наши советы наши рекомендации вам помогает жизни сами как всегда был канал зато река для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной ценной информации но прямо сейчас друзья вы видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам блах услышимся с вами уже буквально в следующем видео